Матч домашней серии брестских ледовых зубров с командой из Бобруйска рядовым назвать сложно. Игра получилась упорная. Два периода бобры сопротивлялись как могли. Не помог и быстрый гол, который забил брестский бомбардир Денис Донской в самом начале игры. Что сказал тренер зубром в раздевалке перед выходом команды на третий период, неизвестно. Но последнюю 20 минутку брещане откатали на ура. Пропустив одну, забили три великолепных шайбы. У нас каждая игра должна быть на победу, потому что нам еще верстать и верстать до лидеров чемпионата. А у нас задача это в двойку как минимум. Все команды сложные, потому что они настраиваются на нас, тем более им охота укусить лишний раз. Показать на что они стоят, им тоже охота играть в лучших условиях. Поэтому каждая команда, когда настраивается, она сильна. Если недонастроишься, то у тебя всегда будут проблемы и по счету, и по самой игре. Для Бреста матч стал шестым в беспроигрышной серии. Поэтому блицкрик зубров в третьем периоде, если не выбил из колеи бобруичан, то заставил наставника бобров Василия Панкова в очередной раз делать работу над ошибками. Впрочем, Бресту тоже рано почивать на лаврах. Хороший матч, но нам не хватило уже, которая игра очередная, исполнители. Нету мастерства, моменты создаем, но забить, к сожалению, не можем. Но и вратарь тоже. Он же тоже не может постоянно выручать, подчищать игроков, которые делают грубые ошибки в обороне. Неплохое начало у нас было, но потом удаление сломали нам игру, полностью проиграли после этого второй период, не могли справиться с активным выходом из-под давления. Ну, спасибо вратарю, здорово он нас выручал. Сейчас, после победы со счетом 4-1, брещане в турнирной таблице занимают третью строчку, пропустив вперед Могилевских Львов и Оршанский Локомотив. Впереди у команды 10-дневные каникулы и важная выездная серия. Интересен матч еще и с точки зрения наполняемости Ледового дворца. Впервые на игре зафиксировано 1600 болельщиков. Именно дерзкий вызов Константина Кольцова зрителям послужил такому интересу к игре. Вместе с тем, коуча Брещана в качестве игрока в ближайших домашних матчах вряд ли увидим аншлага. По словам Константина Кольцова, не случилось. Когда приходит публика и поддерживает, совсем другая атмосфера. И у ребят в раздевалке, и на арене. Что касается вашего обещания? Аншлага же не получилось. То есть, если бы был аншлаг, то, конечно, почему нет? То есть, я сказал, я сделал. Пока Брестская хоккейная дружина сражалась с бруйчанами на льду, не менее важные соревнования прошли у представителей спортивной акробатики. В Бресте состоялось первенство области, участниками которого стали 60 представителей трех спортивных школ. Первое соревнование в сезоне – это ответственное соревнование, потому что с этих соревнований начинается отбор юных спортсменов в сборную области, которая будет представлять буквально через неделю на чемпионате Республики Беларусь в нашу область. А дальше будут представлять, надеемся, на международных стартов. У нас представлены все виды, пять акробатики. Это смешанные пары, женские пары, мужские пары, женские группы и мужские группы. А возраст у нас с 10 лет и старше. По программе мастеров спорта можно выступать с 12 лет, и отбор в команду области производится с 12 лет. Соревнования лично командные самому младшему спортсмену – 9 лет, старшему – 19. Борьба развернулась во всех номинациях. На кону поездка на республиканское первенство, которое пройдет в феврале в Гомеле. Брестские акробаты еще ни разу не возвращались оттуда без наград. Барановичская и Брестская школы спортивной акробатики традиционно считаются одними из самых сильных в стране. Это резерв. В конце года в Израиле пройдет чемпионат Европы среди юниоров. Там существует у нас в юношах три категории возрастные. Это 11-16 лет, 12-18 лет и 13-19 лет. Мы, конечно, надеемся, что во всех этих категориях наши брестские спортсмены будут представлять нашу страну. Выступление в программе первенства два – обязательное и произвольное. За две с половиной минуты спортсмены должны показать все, что успели наработать за прошедший тренировочный период. Судьи оценивают трудность и хореографию. Поэтому к выбору элементов спортсмены и тренеры подходят ответственно. Можно было бы выступить лучше. Это всегда так. Ну, в принципе, ничего не упали. Но ошибки мелкие есть всегда. Вот. И так, ну, нормально быть, более-менее нормально. Сейчас мы себя чувствуем более уверенно, потому что мы на этих соревнованиях, считай, самые взрослые. Вот. А в дальнейшем соревнованиях эта конкуренция будет намного больше. Ирина Ольшова, Павел Малошон и Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.